всем привет сегодня 23 июля московская область пасмурно не жарко по прогнозам обещают и сегодня дождь но пока его нет пока так раннее утро сороки трещат но пасмурно хочу вам сказать не жарко так в теплице помидоры опять накраснели вчера начали краснеть вчера дочку из жалы младшая в москву с детьми обрывала красные помидоры и бурые они у нее там полежат да краснеют но какие то уже опять начали погода плохая помидоры не спеша спеют стали спеть помидоры вот башкирский ранний сажала его первый раз и не знала что он вот такого темного цвета надо найти пачку посмотреть вот два кустика у меня сидят здесь тоже начали спеть сделаю обзор и дегустацию этого томатика вот очень он мне понравился низкорослый много завязывает помидор не знаю какой на вкус но красивый на цвет чет плечики зелененький или так должно быть или ему калий не хватает в общем не знаю сделаю обзор ой валеру во всю едим валера уже у нас не успевает спеть как мы его ударно кушаем этого валеру молодец валера сержант пеппер нижние ветки которые поспели собрала а эти прям хорошо как начинают наливаться нижний вот ну который еще не красный я имею ввиду вот они прям увеличиваются в размерах высоко так сначала они зеленые а потом по мере созревания начинают уже синеть темнеть органза вот из магазинах семян брала я покупал зимой помидоры и брала семена и посадила вот органза начали тоже спеть хорошие у них урожайность не знаю как на вкус писали что они жесткие магазины это мне понравились были вкусные сладкие желтые вот и урожайность у них хорошие мы посмотрим не пробовала я свои то посмотрим как они будут и вообще уже несчастье вчера на одном уличном помидоре я нашла фитофтору а вот этот помидор он так был загружен он сполз вот это вот все таки ненадежные вот такие колышки он сполз с колышка вот сейчас еще ничего листья у него все завяли помидоры все были на земле мне пришлось крупные помидоры с него сорвать так сильно загружен плодами что мне пришлось крупные оторвать прям зелеными но немножко вроде начали желтеть бурить и вот теперь рядом вот на этом по моему я корни нашла этот с фитофторой помидорину и вот так придется наверное обрывать зелеными если начнутся дожди то на улице будет точно фитофтора я их от фитофтора ничем не обрабатываю потому что у нас маленькие дети да и сами чё травиться то вот так мятежный звездный истребитель вот два куста у меня здесь такой высоченный палки это им не хватило они завалились вот так тут тоже завязали в общем в кучу вот так вот улеглись на другие помидоры не знаю тоже что с ним делать я ему макушку макушки прищипнула укоротила но вот не знаю что с ними делать я его сажал первый раз еще не спеет у нас вообще тут не зина вот там за полем речка перцы которые вот у меня на эксперименте я вам говорила я им обрезала макушки и они начали быстро краснеть но они не успевают краснеть мы их быстрее едим вчера позавчера срывали ели с собой девчонки забрали так что вот а остальные остальные вот так вот стоят тоже цветочков мало потому что надо с них срывать перцы если вы сорвете вот этот первый урожай то завяжется второй я пока еще с них не обрывала перцы и второй урожай у меня не спешит то есть пока он растит эти которые завязал растит когда это будет не знаю в общем пока вот так пока вот так их много конечно но они зеленые а если стоит им в макушке прищипнуть как я вот на нескольких перцах прищипнул в макушке и они сразу же стали краснеть и мы их уже едим не успевают они в общем краснеть мы их быстро съедаем это перец так опять сибирский карлик сорт но он не крупный скороспелый огурцы вчера обрабатывала сывороткой вот вроде бы ничего листики зелененькие все нормально а то какие-то мелкие ушки что-то мне не понравилось и я ну периодически я и поливаю сывороткой а здесь дочка делала творог у нас бактерии есть мы делаем дома свой свою сметану творог сыр в общем вот так и остается сыворотка и вот я и периодически опрыскиваю у меня висят вот такие ленты в огуречной теплице и они прямо облеплены мелкими мушками то ли паутинный клещ не знаю тут разглядывать их в общем во всех углах висят вот такие были все чистенькие беленькие а сейчас все прямо облеплены мушками здесь вот у меня по краю тоже огурцы растут вот они по веревке по веревке тянутся вот так смотрите сколько огурчиков вот и сыворотку не любят всякие живности мелкие мушки также клещ запах молочные они не любят поэтому вот я их оборвала огурцы каждый день рву огурцы вроде бы немножко растут хоть и холодно так вот вот они у меня здесь в тенечке здесь вот так вот веревка протянута и они на веревке висят но обошла посмотрела на огурцах вроде бы все нормально значит кто-то мне написал если на огурцах листики в дырочку то это наверное паутинный клещ я так думаю у меня вот в листиков в дырочку нет тогда вам нужно фитовермом или есть еще какой-то более крепкий срок ожидания три дня у фитоверма обрываете огурчики и большие и мелкие я когда обрабатываю я так делаю обрываю прям маленькие закрываю в баночке и обрабатываю фитовермом еще ничего не обрабатывала вроде никаких дырочек нет ну вот сывороткой вчера или знаете еще очень хорошо хвойным настоем елку сосну замачиваем в спирте конечно лучше и потом разводим можно прямо в воде взяли в ведро настригли веток елки и сосны залили холодной водой постоит даст вот настоится можно холодный можно горячий чтобы побыстрее в общем короче настоится и потом процедить развести один к одному и обработать так вкусно пахнет в теплице хвоей и никаких вредителей нет не знаю даже кто там трипсы белокрылки в общем они тоже не залетают в теплицу вот я ничем пока не обрабатывала вот вам говорю вчера сывороткой по листу по листу сывороткой так вот так вот он помидор то я его косы не отнесла бросила в ведро вот вчера на улице сорвала вот такую помидорку это фитофтора вот одна помидорку уже заболела так вот здесь помидор на улице листья обрезала макушки прищипнула все обрезала пока еще не знаю надо посмотреть на них еще ничего не видела баклажаны баклажаны вовсю едим дочка вчера тоже уезжала в москву нарвала с собой баклажан здесь грядка пустая убрали чеснок и муж косил всю грядку засыпали травой чтобы она у нас не не пустовала не голая была вот так всю ее травой засыпали пусть червячки перерабатывают травку будет гумус а это грядка деревянная крайние я буду дем переделывать будем также вот эту вот делать такую не знаю как это шифер ацеид вот как-то так называется короче у нас лежит такая же грядка эту мы будем переделывать немножко солнышко вон там выглянуло лук убрала лежит сохнет морковка прям хорошо после него зазеленела встала ей теперь свобода будет расти морковка а этот лук который усиленно лечили от луковой муси лег вчера что-то он весь улегся зеленый конечно но лег так и к себе чем спрашивают можно ли вот тут у меня тут ходил в луке следы какие-то господи это можно ли перо зеленый обрезать 2 что он же должен одеть шубу на себе одеть он должен витамины все из пера из зелени в луковицу собрать а как вы ему сейчас обрежете он расти не будет и вообще дел ваше но я так никогда не делаю очень людям жалко потому что перо зеленое сочное хочется его съесть нет уж пусть сохнет начала обрабатывать клубнику листья обрезать вот здесь у меня три рядочка молоденькой а дальше эту всю аннулирую дальше уже вся старая клубника поэтому здесь ее порохлю подокучу листья обрезала дождик начался все бросила и ушла так это вот лук-порей надо его раздергивать потому что он очень очень частый он так тоже головку крупную не наберет хотя некоторые уже стали утолщаться но нет его надо раздергивать у меня вот огурец роз в горшке я его так и есть там хоть огурцы то мелочь какая-то пузатая в общем я его взяла и высадила прямо в горшке на улицу привязала карки но так холодно ночи холодная не хотят огурец расти не будет так что у кого на улице огурцы огурцов у вас не будет сто процентов ну и все друзья на сегодня всем пока такие у меня новости не очень хорошие я имею ввиду про помидоры я вот думаю что с ними делать пишите у вас еще нет фитофтора не обрывайте зелеными помидоры всем пока может вот станет красивая картинка на заставку с розочками